Сегодня в Перископе. Белорусский робот-шахматист. Хлебный супергерой из Китая. Врачи-трюкачи и конструктор Лего. Грабители-неудачники. Новый клип группы Tesla Boy. Смотрите прямо сейчас. Врачи-трюкачи и конструктор Лего. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Там говорится о том, что четверо студентов Брестского государственного технологического университета однажды попали на практику. На завод по переработке молока. В компании ребятам предложили поучаствовать в проекте. Модернизировать уже имеющийся на заводе белорусский манипулятор под названием Rosum Robotics, который изначально предназначен для автоматизации производственных процессов. Буквально за 4 месяца ребята сняли манипулятор с конвейера и смогли превратить его в робота-шахматиста. Робота зовут Анастасия. Имя, кстати, взято не с потолка. Робот назван в честь гроссмейстера Анастасии Зюлькиной и председателя Белорусской шахматной федерации Анастасии Сорокиной. Кроме этого, одного из разработчиков этого робота зовут Анастасия Христолюбова. Вот так вот все идеально совпало. За столь недолгое время жизни робота с Анастасией уже успел поиграть легендарный советский шахматист Анатолий Карпов. Так что, друзья, если будете играть в шахматы, то реагируйте вот так, как Гарри Каспаров. Качайте головой, выпучивайте глаза, в общем. У ребят много планов на будущее. Например, научить Анастасию видеть и говорить, чтобы та могла комментировать работу соперника, давать его действиям в профессиональную оценку. Пацаны вообще, ребята, классно вообще. Особенно вот тот паренек с белым на плече. Вообще молодец. Да и вообще вы все молодцы. Так что, если вы внезапно захотите сделать робота-шахматиста, вам для этого понадобится Робот-манипулятор. Одна штука. Студент из Бреста. Четыре человека. Месяцы на работу. Четыре штуки. Ах да, и 30 тысяч евро. Именно в такую сумму обошелся весь проект. В общем, Анастасия, конечно, не так эпатажна, как старый добрый белорусский трансформер из трактора НТЗ. Но зато имеет свое практическое применение. Победитель в номинации заголовок недели по версии нашей редакции звучит так. В Китае появился братец хлеб. Он носит плащ и корону из булочек, чтобы кормить чаек. Сначала может показаться, что это... Это птица? Это самолет? Нет. Это бутерброд. Это пирожок? Настоящий хлебный супергерой. Что есть, то есть. Он появился на озере Дянчи в китайском городе Гуньмин. Костюм состоит из прочнейшей рыболовецкой сети с приделанным к ней хлебом. С солнцезащитными очками, медицинской маски и здоровенной хлебной короны. Настоящий сверхчеловек. Что здесь происходит? Скажем, это не худшее. Зачем ты меня застукала? Да, и братец хлеб был не просто так послан на эту землю. Он кормит чаек. К сожалению, на видео не зафиксирован сам факт кормления. Но очевидцы за кадром говорят, что все обстоит именно так. А еще он предлагал хлеб туристам и убирал крошки с земли. Многие родители, покупая игрушки для своих детей, опасаются, что мелкие детали они могут проглотить. Компания Лего много раз оказывалась в эпицентре подобных скандалов. Ну а что? Конструктор не очень большой. Проглотить его легко. А вот после этого вернуть обратно не самая простая задача. Множество интернет-форумов посвящены этой проблеме. Но недавно педиатры из Австралии и Великобритании решили поставить в этом вопросе жирную точку. Ну все, с меня хватит. Я уже сыт по горло гребанными змеями на этом гребаном самолете. Всем пристегнуть ремни. Я приоткрою пару окошек. Эксперимент. Что будет, если шесть детских врачей проглотят головы человечков из конструкторов Лего? Да, вы не ослышались. Все именно так. Эксперимент показал, что головы Лего-человечков отлично... возвращаются. При этом один из рецепиентов так и не смог найти игрушку в результате опыта. Исследователи выяснили следующее. Проглоченные детали не производят неприятных ощущений. Врачи пояснили, что решились на это, дабы успокоить родителей. Которые боятся, что их дети пострадают, если проглотят игрушечные детали конструктора. Они говорят, мол, бояться нечего. И что детский организм, вероятно, избавится от инородных тел еще быстрее. И тем не менее, педиатры советуют немедленно обращаться к врачу, в случае, если ребенок проглотил какие-то металлические или чего хуже острые предметы. Поэтому будьте осторожны. И от греха подальше старайтесь не проводить эти опыты в домашних условиях. Если они и безопасны, то есть как минимум один вариант, что игрушку вы больше не увидите. Из эксперимента следует, что так рискует каждый шестой. И опять неудавшиеся грабители. Ну не то, чтобы прямо неудавшиеся, скорее получившие отпор. Недавно в один английский магазин ворвались воры. С собой они взяли молотки, чтобы было удобно разбивать витрины и доставать мобильные телефоны. И ситуация. В магазин входят два брутальных парня. То ли в балаклавах, то ли перемотанные шарфами. Один сразу же использует молоток по назначению и разбивает витрину. Запускает руку под стекло, успевает что-то в попыхах схватить. И в этот момент двое продавцов берут подготовленные бейсбольные биты. Защита от дурака в балаклаве. Гореграбителям ничего не остается, как оставить все свои амбиции и вспомнить школьную стометровку. Догнать преступников, увы, не удалось. Те сели в автомобиль и умчались в горизонт. Но и наворовать побольше у них тоже не вышло. История полна видео с неудавшимися ограблениями. Мы покажем лучшие из них. Этот случай произошел два года назад. В одном из китайских городов. Изначально все это выглядит как классическая история под названием «Есть позвонить телефон с камерой». Так и делает герой видео. Просит у дальнобойщика позвонить, а потом уматывает на всех парах с мобильным телефоном в руках. И все бы хорошо, но вор спустя время решает снова проехать здесь, но уже в обратном направлении. Водитель фуры узнает мерзавца и отвечает очень по-китайски. Используя мастерство кунг-фу, новоиспеченный Джеки Чан в прыжке отталкивается от переднего щитка скутера и прыгает на самого рулевого. Испуганный горе-грабитель отдает мобильный телефон владельцу, и тот его отпускает. Эта видео крутили по всем государственным каналам Китая, а водитель каратист стал самой настоящей звездой. Разве что в фильме сняться не пригласили, хотя, кто знает. А этот случай очевидно произошел в одном из российских городов. Грабитель наставляет пистолет на продавца и излагает свои требования. Но продавцу кажется на это глубоко наплевать. Женщина за кассой вообще не обращает внимания на печального мужчину с оружием и продолжает пробивать товары покупателю. Точно такая же реакция и у второй работницы магазина. Она подходит к воришке и бесцеремонно выдворяет мужчину за дверь. Еще один знаменитый случай произошел в продуктовом магазине Екатеринбурга. Смелый охотник за спиртным входит в торговый зал, выбирает алкогольные напитки. Но во время своей тщательной подготовки к преступлению он совершает один маленький просчет. А именно, небольшие ворота на входе открываются только в одну сторону. Во время попытки убежать с награбленным он, естественно, не может уйти от кармы и падает, натыкаясь на серьезный барьер в виде тех самых ворот. Бутылки разбиваются, как, видимо, и сам горе-вор. После инцидента охрана передала ограбителя полицию. Примерно во сколько это все произошло? Минут 10, 15... минут 5, 10, 5... 4, 5... 10, 5 утра. А это ограбление самое чудовищное. Но скорее по отношению к самому грабителю. Худшего вора, скорее всего, вы нигде и никогда больше не сможете найти. Хитрый парнишка решил ограбить магазин, и для совершения своих целей он полез на крышу. Во время этой вылазки он оглушительно падает прямо на асфальт. В конце концов ему удалось залезть на крышу здания. И теперь он пытается попасть в сам магазин. Но и тут карма напоминает ему о себе. И вор с треском проваливается в сам торговый зал. Кроша бутылки, стоящие на прилавках, которые разбиваются и падают грабителю прямо на лицо. Но этот парень явно не из робкого десятка. Он встает на ноги и начинает собирать в корзину все, что ему приглянулось. Вот он уже обчистил кассу и взял самое необходимое для удовлетворения собственного эго. Вор подходит к двери и срабатывает сигнализация. Он тщательно пытается пробить последний рубеж. Но и тут у него ничего не выходит. Стекло оказалось невероятно прочным. А он все не успокаивается. Использует все, что попадает под руку. Но все равно нет. Пацан к успеху шел. Не получилось, не фортануло. В конце концов, вор услышал полицейские сирены и решил покинуть место преступления тем же способом, каким и входил. Он ставит стремянку и забирается на крышу. Но он, видимо, забыл, насколько непрочна эта конструкция. И вот он уже летит обратно в торговый зал, приземляясь на бутылке. Только на этот раз спиной. В конце концов, бедный вор закурил сигарету и стал ждать, пока его заберут правоохранители. Ребята, но перед началом спецоперации я должен экипироваться. Многие знают группу Тесла Бой. И совсем недавно она громко вернулась после большого затишья. Ага. Это я раньше был, Пендальф Серый. А теперь я... Саша Белый. Группа выпустила альбом под названием Remedy. Да еще и сняла отличный клип. Клип выглядит как полноценный короткометражный фильм. Еще бы. Ведь его снимал режиссер из Гоголь-центра, прославившийся после выхода фильма Гислота. И зовут его Александр Горчилин. По словам Горчилина, было решено не допускать в съемке клипа абстрактной красоты и претенциозного рекламного лоска. Видеоряд получился просто отличный, хоть и слегка экстравагантный. Тут и рейд в женском платье, и поездки на скейтборде, и многое другое. Монтаж достаточно динамичный, так что не даст вам соскучиться. Клип можно посмотреть на официальном ютуб-канале группы Теслабой ТВ. А на этом все. С вами был Перископ. Смотрите только интересные видео. Субтитры подогнал «Симон»!